Почему же при разрешенных преобразованиях эллировая характеристика не меняется? То есть, когда мы склеиваем или когда мы разрезаем, почему вон то число не меняется? Пусть у меня есть два куболика. Ну, то есть, их может быть и больше, но, например, в какой-то момент мы склеиваем два многоугольника. Да. Склеиваем два многоугольника по какому-то ребру. Обозначим, например, характеристику. Нет, нет, ничего не надо обозначать, Коля. Надо просто понять, что происходит с тем числом. В минус ребер плюс грани. Что происходит с количеством вершин, что происходит с количеством грани и с количеством ребер? Потому что две грани превращаются в одну. Да. Потому что дверь хранит превращается в одну. Количество лёгок уменьшается тоже на единицу, потому что два ребра склеиваются. Нет, они исчезают. Даже не два ребра всё-таки. Они были нарисованы как два, но вообще-то это одно ребро, и при подсчёте оно шло как одно. То есть исчезает в точности ребро А. Давайте посмотрим на это число. В минус Р плюс Г. Г уменьшилась на единицу. Г уменьшилась на единицу, и Р тоже уменьшилась на единицу. Но поскольку Г было с плюсом, Р с минусом, то действительно ничего не изменилось. Хорошо. Количество вершин тоже не изменилось. Да. Потому что вот это одна вершина, и это больше. Ну, может быть, это была одна и та же вершина, может быть, это были разные вершины. Но наша операция ничего с этим не делает. Количество вершин не меняется. Так, а еще что бывает? Бывает разрезание. То разрезание, то сало, то сало, то сало, как пустой. И зато грани получаются две грани. Ну, конечно, конечно, это понятно. На самом деле еще бывает такая вещь, как отметить вершину. Вот просто у нас была грань какая-то, и на каком-то ребре отметили вершину. Это на крае, в принципе, вершину, а в 2-6-3-3. Ну да. Да. Оба эти случаи просты. Давай. Просмотрим сначала этот. Да. Здесь вместо одного ребра возникает 2. Да. То есть количество ребер увеличивается на эти лица. Да. И возникает когда-то новое решение. Ну да. Количество вершин увеличилось на единицу. Количество ребер увеличилось на единицу. Ну, а разность В и Р не изменилась. И число Г тоже не изменилось. Отлично. Ну и последняя картинка. Вот это. Количество края увеличилось на единицу. Количество вершин. То есть исчезло край в ее разделье. Ну, она как, она уменьшилась на единицу, но зато прибавилось несколько штук. Вот давай количество этих отрезков обозначим какой-нибудь буквой Н. Тогда исчезла одна грань, но прибавилось Н. Так. Прибавилось еще Н ребер. Да. И прибавилось Н вершин. Ну, ты в неправильном порядке написал, Коль. Все-таки грани пишутся в конце, вершины пишутся в начале. И ребра пишутся... Да, 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 именно так. Итак, проверяем. Количество вершин увеличилось на единицу. Количество ребер увеличилось на Н. Но ребра с минусом, поэтому минус Н. Количество граней. Одна грань исчезла, но зато Н появилась. Поэтому изменилась на Н минус 1. Ну да, 1 минус Н минус 1 плюс Н это 0. То есть Эйлер характеристика не изменилась перед этой операцией. Все. Поэтому это не реально. То есть, если я пишу сколько это ТОР, это не то же самое, что писать эти ТОР. Выражение 2 минус 2Н, если мы знаем, то мы легко можем понять, чему равно Н. И то же самое для проективных плоскостей. Если мы знаем, чему равно 2 минус Н, то мы автоматически можем понять, чему равно Н. Заметьте, ориентируемые идут, что называется, отдельным списком, неориентируемые идут другим отдельным списком. Если Эйлер характеристика нечетна, то это уже автоматически неориентирует появление. Да.